Итак, ребят, всем привет, мы с вами продолжаем читать мод по названию The Back to the Way I Was. Теперь надо взять что-нибудь почитать, чтобы не умереть со скуки. Не сказать, что я обладаю какими-то глубокими литературными познаниями. В преднедании жизни я вообще читал по книжке в курс, поэтому буду полагаться на удачу. Поговорите, если возьму, не какой-нибудь учебник или какие-нибудь труды Маркса. Амазон, где? Странно, ну ладно. В библиотеке было намного прохватнее темно-уличным. Похоже на занятие завозок возняк из-за множества актера открытых окон. На нескольких метрах от меня, ровно как и в каноне, это то что-то он по положению. А вот она. Мила. А, мы за Денису играем, я уже забыл. Это Миламейцы спорят, иногда подчеркнул девушкой рукой. Ладно, как ты, даже хоть билить не хочет быть. Но вместе с тем я спорю, что моего внушения столкнулся дыхает и пушок. Поэтому, как раз положил, руку Денина при чёртенько, потрясывая её. Эй. Замедленно открыл глаза, посмотрел на меня сквозь ресницы, треснул головы и потянулась. Привет. Я тут, Чесос. Изабетова. Затем цел. Вот, я новенький, он приехал вот. Хочу взять что-нибудь почитать, можешь посоветовать? То есть, приехал сразу в библиотеку, ну чтож, похвально. То есть, по идее, ты сначала должен был прийти мне в выходной, а то вдруг тебе, а то вдруг ты добрался дай куда-то, куда-то спалей, или сила какого. На тебя же даже формы, на тебя же даже формы нет. Хотя, не так уж это и важно. То всё равно, разводы постили-пустили-пустили-пустили-пустили бывают. Ну, пойдём, проверяйте по стулу. Затем целая заставая поменила за собой рукой. Пройдём мимо нами заставлено в полу, когда она остановилась где-то посреди между ними и принялась показывать мне все сорта книг. Что-то она не знает в детской книге, вряд ли себе уже будет интересно. Хотя, кто знает? Тут вот отечественная классика, вот книга о войне, и вот есть научная фантастика. Здесь она полка с разнорбежными авторами, тут вот здесь начнут анонсы сборники со стихами и рассказами, а в том дальние немножко фур-романы. Интересует что-то? Не сильно хочу читать что-то из того, что было в школьной программе, хочется чего-нибудь особенного. Может посоветую что-нибудь из фантастики? Вот, смотри, здесь у нас есть Грин, Беляев, Стругацкий, ещё и много толстового Булгакова. Не знал, что толстовое это фантастика. После этого могу брать всех в Стругацких, мне нравится их стиль. Я тоже расслушиваю их, но никак руки до них не дошли. Но вот я на 100 моментов, вот бери, ну вот бери, это лучшее их творение, как по мне. Аркадий и Борис Стругацкий, книга книг на обочине. О, это же получается Сталгат, только книга. Да прости. Фильм, есть фильм по ней, говорит же ей, что мне действительно все первое пришло в голову. Хотя, чёрт знаю, в каком году фильм даже вышел. Но я-то точно помню, что он советский. А, поняла. Я о нём тоже не знаю. Так что, берёшь? Ну да, раз всё это рекомендуешь. Улыбнулся ей я. Оля, она рискомнула и лениво прошла к Тулу, где спала до этого. Давайте выкарточку бы взлететь. Ну, заведём. Как звать-то тебя? Денис. А меня же я. Мне отвлекается от заполнения, сказала она. Очень приятно. Что из какого-то отряда? Не знаю, я только приехал. Полагаю, что наши базаты были только Дмитриевны. Замечательно, я тоже предъявил над чаллендж. Откуда ты её знаешь? Она ведь после обеда ушла с ребятами в поход. Я был тут уже несколько лет назад. Все ещё помнил лагерь его обитателей. Понятно. А я вот тоже не привыкла здесь. Но я тебя что-то не припомню. Надо прищуривать. Вот твоя карточка записывал в твою видеоретку с него и оставляю здесь. Пока прочитаешь, принесёшь обратно. Только не потеряй. Улетит мне потом. Хорошо, постараюсь не представлять тебя. Так, а сколько сейчас времени? Надо прыгать в твою языка сюда. Оттуда наручные часы сверяясь со временем. Ой, мне надо бежать. Меня ждут. Пойдём на улицу. Закрывай библиотеку. Ну и мы пришли с ней до самого выхода, и у меня в голове появилась навязчивая идея. Подвал. Он был тут или нет? Я хочу посмотреть. Ой, сейчас, я пару секунд. Мне надо посмотреть тут кое-что. Давайте для этого только быстрее. А вот быстрее шага провожу кружевую полку, куда я выставил люк в полгород. На заднем из шкафов только как раз то, а вот что-то похожее. Когда я ближе, сомнений не осталось. Это тот самый подвал. Иди, а что может скрываться под этим лиллоком в одной из тысячи параллельных циклов? Тот самый. Хе-хе. Прошупил я четко смешком. После, что так же быстренько я вернулся к выходу. Давай, пока, давай, пока. Ещё увидимся. Сказал. А надо как раз давить библиотеки на ключ. А куда теперь сейчас? Это не секрет. А к подружке, в сторону лодочной станции. Пошёл как раз то, что надо будет раяние пряжа и на этой станции. Это я не буду держать, наконец. Уже смешать за локацию. Но как раз туда и надо. Мне этого тоже ждут. Пройдёмся вместе. Что-то тоже мне остаётся. Я тебе откажу, то всё равно пойдёшь за мной. Слышка, да ладно. Пойдём. Ну до перца так я так и не дошёл. Я думаю, вышел на площадь, там на лавке я уже сидел хайт, и что утки смотрели на меня, идущего по ряду в Жене. Но получается, к перцу мне уже не надо. Сюда. Сюда я мочу вслух. Свой это. Да вот. А, друг твой. Вы тоже не без формы шастаете. Ну да, уойдите. Ну что же, спасибо за книгу. Ага, пока. Да, до встречи. Она пошла дальше по твоей площади, а я уже направился к лавке. А чё это у нас чуть позапаречка, мммм. Мммм, мммм. Вопросы по пути будут. А да, а что-то вопрос по пути, а потом уже и герпес вместо Речителя. Я не стал отвечать лишь листико ума, я посчитываясь рядом, не дошла привести к темам. Вот, кстати, ссылки нам ждём почитать. Пригаски? Чуть-чуть компотенец. Почитал? Да, про основные фанаты. А вы, в общем, в целом, на руки. Значит, уже нехороший вкус, оно все это, оно все это. Мамбед. Так. Ну, это только наружный ворот, конечно, но на пожарстве ты что-нибудь намутил? Да, на пожарстве ты намутил? Всё. Да, по барочке... А, поздравить. Эээ, да, по барочке кассервов выдано. Что за кассервы? Вот бубы и... Натяжка выдавалась бы до фиденции. Штайнинов, которые в банку, куда я никак не хотела выводить. И персики. Откуда они персики взяли? Я думал, это для богатых еда. Ты сам поел? Да. Накормили за столовой. Отозрался, по-другому, что будут все шары, да? Ладно, шутка. А, хай, я же взял в банку персиков, после дня входит свою вориступиную нож и принялся ее открывать. Что ты так так смотришь? Я вижу ножа, я думаю, не выхожу. Но я не стал повететь, если бы я взял с конец в эту сторону. Арчо, а достался и сказал? Да, конечно, конечно, в царе я вышла. Взять. Он поцепил ее ножом на зубцик из банки и закину бровь. Короче, дело было так. Пашок. Играем за Пашок. Гений и саменка, блин. А куда мне пойти прикажете? Он говорит, что я не прыгнул мне сказать, что в другом голове это мысль. Это выглядит чуть-чуть странно, что я начал все паровозы. Паровоз, который отправил нас... А куда? В параллельный мир? Были бы в РЖД такие технологии. То, может быть, все не так хреново в моей жизни. Вообще, я странно себя чувствую. Вроде бы в Дике похмел, а вроде бы и... Мне так погано, что ли. Как минимум лучше, чем вчера, я в поезде. Непонятно, в общем. И странно, что у нас с реакциями проблемы. Хотя, ради... Вау, ничего себе! Такое, это уже саксон такое. Да и нет такой реакции. А лучше, кстати, капец. Может и не совсем быстро, но примерно то же самое. А вообще, столкновение с кем-то заставило потерять меня ход мысли. Что же за Сайорик? А вдруг я выйдал я на автомате. Что? Я не за мной смотреть за кем я столкнулся. Но довольно тихий, миловая голову заставила меня остановиться и посмотрела на его облажаемых. Эхэ! Эхэ! Счёт! Эхэ! 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 Что?! Я ж подоелся! Куда я с него? Чё было? Передо мной с твоей девочкой короткими рыжими волосами и голубыми глазами. Ага, давай, чтоб я не спорю. Кажется, это местная фишка. И она мне кое-что напоминала. Может, знакомы? Думаю, нет. А ты постой-ка! Тогда откуда ты знаешь моё имя? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Э-э-э... Я просто, сейчас в шоке.. Э-это же литература клуба девушки. Что-о-о? Откуда она здесь? Я блин... Аж четвертюре подавился. Ир-эээм... Парсивана слегка бубаясь! Да лаааааадно... Сайори! Кажется да тут и при чём. Даже имея такое-э чё-то бороды, никто бы из моих с ней додумался замутить советSH vais вместо Савянка и баки-даки! Хотя, эээ, может, есть такие моды, но это хрень какая-то получается. Хотя, что с тобой? Выглядишь нехорошо. У нас, впервые, в моей мессе похоренился её голос. А, я именно в подвешенном состоянии. Думаю, какая-то вероятность того... Думаю, какая вероятность того, что всё это реально. Хе-хе, а у тебя есть мнение? Что же это, если нереально? Что угодно, шоуна или трип? А может, я проснулась? Хе-хе, если не умер, тогда мы умираем. А я, получается, твой ангел? Нет, это плод моего умирающего морга. Да и всё это вокруг. Возможно, я умер от пьянки, а моё тело такое осталось, чтобы не того поработать. Но вообще нереально. Но я же думаю, а значит я существую. Ты не сможешь доказать мне этого. А я знаю, что всё ещё почему-то существует. Хе-хе, получается, ты мне тоже не можешь доказать, что существуешь. Возможно, это ты плод моего воображения. Кажется, только сигарету и сладко закурил. Кажется, я в ступке. Ниже временда, как он материал. Реально ли это? Остается только наблюдать. Ох. Кажется, мой отпуск продам на неопределённый срок. Ну и зачем ты это делаешь? Курить вредно? Хе-хе. Но если я потом покрыл во воображение, то сигарета не настоящий дурак. Кажется, она расстроилась. Мне даже не ловко. Надо просто снили тему. А что вообще можно говорить с твоей агентством? Это правда, что есть при этом в своём литературном клубе? Ого. А как ты узнал? Что одну нововую? Да и кто в этих лагерях ходит с книжкой? Как кажется, это мой выход. Так только в послушную позу. Хе. Для меня это элементарно. Лучшие железнодородники. Я или трестактив. Э-э-э, тот в тех верных. И чё-то магмой протестовой фруктовой памяти в этом гумангороде. К вашему службу. Я могу узнать имя и человека по одному взгляду. Круто. А как же она моё имя по одному взгляду? Кажется, она действительно была под впечатлением. Придёт играть даже роль до конца. Настоящий детектив не вскрывает свои секреты. Но если докажешь, что ты уже истойный детектив, я расскажу тебе всё, что знаю. И как мне это делать? Узнай моё имя, как настоящий детектив. Используя доступные средства на оставательные мечты. Прежде чем она ответила, я услышал за шаги взгляды. Эй, Юрия, вот ты где. Мы же договаривались встретиться в библиотеке. Это была ещё одна девочка-трейнерочка с полосами темного цвета. Вы сейчас век 20-й? Ой, точно, не проекте. Да ладно. Ещё уберите. Я решила множество. И она, пройдя мимо, проходит ловую девчонку, и они вместе приняли с ними удаляться. И сегодня все речили обычно. Что случилось? Нет, всё как обычно, скажи. А вы же говорите, что это не про инструктива? От этого я ломался, затягивая сигареты и прощая взгляд на взаимогоризон. На дальнейшем разговора я не слышал, да и неинтересно мне было. Вы из головы, как только наш диалог был прерван, ловонос начали мне заповязать мысли, и я уже расслабился. То, что я вообще пытаюсь найти? Знаешь, что ты говорил вчера о ожидании и интересе. Но имеет ли это смысл? Вдруг мы действительно умерли? Что это просто выстраивается, когда для нас смертная блажь? Теория, лагерь, файк, дерьмо какое-то. Ну что же мне это предмет я хотел бы увидеть? Даже если я действительно умер, какое это имеет значение? Если это и есть противничество угасающего сознания, надо оправдать звание самого флакшивого парня. Я забывавшись вдоль его пристани, в водичке к этой противопреклоне, в окончании сигаретами я вернулся в площади, где на лавке уже заметили хайд и фэбанк, а о чём так сильно беседуя. О, вернулся! А нужно вот спецотрат собирать на твои поиски. У меня с ориентированием местной местности всё это не так плохо. Ну и прекрасно. О чём ты удачишься? Да так. Рассказываю, как входился на водяне, когда собирался к ним в домик. А вы, обычно при перепрыгивании крови, нужно осматривать территорию. Сначала это не нужно, так как испугался на десу обрисовании важных персонажей. Ну, в общем, в целом, мне удалось себя убедить и никому не трепать об этом. Наверное, удалось. Так что я теперь агент КГБ. А я детектив. Я это и так знаю. Да не, я не об этом. Ммм? Наверное, ты уже кое с кем. Я вот только что из библиотеки. Так и там же и не встретились. Так что я не думал, что ваш электроник останется над друзьями. Как радикально. Да не. Кстати. Да не протянул мне, кажется, только за серную банку. Всё, что сумел достать. Ооо, наконец хоть перекус. Я принял банку, из-за вскудея изжимая лодка, что лишь подолхает, быстро плачнув все одержимое в рот. Странный вкус. Да-да. А вытекают серверные бобы. Свежие тыль даже. Гораздо вкуснее того, что нынче у нас не продают. Хорошо, если... Приверишь прошлого чё. Так, всё равно банку, потом нахаясь, потом дофигнув ещё ложку. Проглотил я банку... Проглотил, бросил банку за спину. Ты чё? Я, блин, ненавижу бобы. Сука. Особенно морозные. Да ладно тебе. Давно пора забыть про тот случай в Варкуте. Он попытался дерзать смех, но вышло у него плохо. Блин, это не смешно. Тут плакать надо. Знаешь что? Эй, вы! Приголовный я вывернулся и за сильными подматами с базовыми футболами. Славя. Славка. Славяна. Славяна. Какая встреча? Ну что, скорее, еду и разбрасывайся? Да я тебе таких банков купить могу. У нас славянские, которые за такой убить могут, понял? Надо на счёт чего мне банков нервально справятся волосы. Так вот, есть, звони в упаковку, выжившись за старелку и звони в голову. Что он вообще вам въеду-выдал? Что она не туда? Ага, к концу да, может отряд, со всеми других справятся с нас, не туда. Ага, она ещё тут... А, да. Славяна, уважаемая моя. Давайте поправим в ворот, что был с Асками, когда-то он это сделал, у него в районе поясницы что-то хрустовое. И вот, полуобавший пыл, моментально смешившился, и придерживает пилу. обратила лавку уж простите меня за такое про это я такое не могу контролировать в общем приведем на наши изменения у нашего друга просто травма понимаете там очень деликатой ситуация случилось похоже банка его в одно время вы не поверите завязывать ладно в общем не хочет есть давай сюда я это что-то новая ну ладно с ним я же запрошу и держу ее банки ложкой запихал в рот ну ладно вкусно кстати я за вами переглядываю она угрожает все спешируете удалилась в сторону пирса она всегда была такой первый получи окей но я не так жестко скорее какой-то грубоватый не выполняю больше поведения наверное меня меня только то что она сказал что она слабянка кстати да в оригинале они никак не помнят по уровню и свои не раскрывали полку полу понервничать ванили она говорила что она приехала с дальнего севера так как все сходится а тоже забрал разобрать в реальность и любят к не только против я потом замечаю что кайдастов сигареты а начать и до этого когда купается или еще кто-нибудь ну да он пошел кого после шелкнув пальцем когда я их декаду достану за полянку чтобы нас никто не занимал покурим да по пивам поддерживаю пофиг погнали итак ночью я кроме выкинула на полянку пробирайте выводив и раздав время шум по бутылке мастовского я закрою прижалывайте убирать спиной на стол у дерева а ты мне надо я себя отменно чувствую только подвое вынимая последний пуды кову хе так где его отку достал уолицы не залезло далеко дохода водочка у нее припятая прятая можно было оказывать ох дерьмо какое вас это здоровье кстати Морщевший дядя в игру бутылки и спрошел бы обратно во внутренний карман. Итак, что думаем дальше? Я не знаю. Вообще, странно, что не думаю ни о чем практически. Аналогично. Значит, мы просто остаемся тут и тупо отдыхаем. Всем хайп с квадом. Ну, обратно всё. Ну, обратно всё. Ну, блин. А чего ты от нас хочешь? У нас, понимая, не о ситуации больше, чем у тебя? Да что ты на меня агришься-то? Да просто ты мне вчерашним начнём своё настроение испортил. И я, возможно, умер везде при плохом настроении духа. В плохом настроении духа. Ну и мои, как я сказал, возможно, умерли. Или телепортнулись в другую реальность. Что из-за гребаного поезда? А не умерли мы, наверное. Спасибо за уточнение. Ну, я согласен. В том плане, что я не понимаю, что вообще делать. Типа, я понял, что это был. Понял, что вроде как реально всё. И вроде вроде даже не канон. Ну, меня радует, конечно, но... А ты чё, прикалываешь, что ли? Опять мне разворачивать иглу? Во. Всё. У меня вообще нет реакции. Никаких лебазовых мыслей на этот счёт нет. Тоже. Я понял. Только я сказал, я затягиваюсь. Значит. Значит. И тут я понял, что я сам не имею малейшего понятия о том, что тебе надо сделать. И о том, что вообще не знаю, как на всё это реагировать. Блин. Хреновый функционал получается. Типец, какой хреновый. Не сперва, а? Так-то, ну да, но... Я затянулся, выдыхая дым в небо. Ладно, чёрт с ним, что с ним. Моя прибыл уже не усилия. Какой я ист? Просто посетить всё на сумочок. Типа, я попытался быть лидером, задраться нам вектор, но я рост этого не скормил. Ага. Не думаю я это вот всё. Пусть всё идёт, как идёт. Наши китают такие, там какие-то цели. Строить планы по виснованию и прочее. Это хрен за бутва. Рандомно, всё всё. Как на коленках получится, так пусть и будет. Я действительно так считаю. Устраиваем, пусть я трусу, я всё любишь? Как хотите, а? Просто отдохну. Водух, хит, лесок, речка. Кайф. Просто отдохнуть и расслабиться. Без этих... Без всех этих приколов с разъёбом в лагере и... Эээ... И чё там ещё в трешмотах может быть? Морский рэп? О, нет-нет. Без него что-либо точное. Ну блин, я ву שמ� aquí хотел... Мамонон-Мамонтёнка послушай... Где-то сейчас из-за этого Дани выкидывает микрофона за окна. Так, вскрыту, ждёт дыма. В общем... В общем да. Ээ... Кстати, я же там на вRadbell мыслов adviser setzt raumus. А тут есть... Тут есть ко впитет, какая из solves такой уго-отчка! Ммм? Тут Саюрик. Саюрик. Косик в Сайоре. То есть в лагере. Да. Креновый парни там из Доки-Доки. Нет, в форме. Эээ... Сварабария у кого-то получается. Эээ... А у тебя не случаются ей процессы? Ну блин. Может это... Маришка тоже откуда-нибудь из Румяновой или очередного болотного МОТа? Такое, что дополнение роста-то вполне уже непредсказуемо. Или ты думаешь, что это подтверждение дает то, что мы реально умерли, если я говорю, что тебе-то уже туда засунули окоп на шкалку перед, то отправка в небытие. Да нет, блин. Хотя, может быть и так. Не плачься. Позже мы увидим. Мы бедут и на Цуки. Я бы не отказался от своих кексиков. От кексика на Цуки? Блин, Денис. Воинтернация мне вообще не понравилась. Я прям обычный кексик. Сизюн там. Или... Урагой. Блин. Я не волю сихигнул. Я делаю беду, anyway. Типец счастливым я оказался. Надеюсь, мы не будем в одном домике жить. А как же наш крепкий дружеский... Да не-не-не-не, я не хотел закончить реприку, как уши ловили шорох листы и смирание куста позади. Палево. Только и шикнул я. Открывал курок и рвя 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 граммонтажный гриботухи с цивком, прикрыгив их с травой. Так. Возьмите на Кусе. К нам направил правого Оленька. Внимательно обладая нахуйяну. Ну, кто такие? Опоздавшие. Возьмите на Кусе. Возьмите на Кусе. Так вот они. Мы. Белые. А что тут делать? Так вот мы приехали, нам всегда ждать вожатого. Вот мы и ждём отдыхаем. В холодных птички. Краска, солнышко. Загораем. Не. Страшные вы какие-то. Пойдёмте я вас проверю с документом, а там уже и разберёмся. Так что ж. А я советую по силам и всем другим утрам документы, двинулись за Ольги. Коя уже приходила забрать, что я сцентлью за 1 птички. В компании Беллик, из чистых знакомых пионеров, мы прошли по лесной тропе. Распрощались с балластом на площади Идмирлик, Дониковский, Саду Сирени. Саду Сирени. В котором особо не тюрема и только принимаясь копаться в своей сумбочке, после отличия к папочке бумажки. Ровно до сих пор пока не нашла то, что искала, и видимо довольным результатом вернулась к нам, стоящему входной двери. Да, всё точно. Видите, что пришлось ждать? Автобус должен был прибыть только век вечер, поэтому я и не дала вас раньше уже. Ну, мои ребята неожиданно. Далее есть только в самом хорошем смысле. Она коротко улыбнулась, не под челку пальцем, и я глядел, и все, что мы видели на основной взгляд. Слово, у меня зовут тоже Дмитриевна, я ваша божатая. Но вы это и сами поняли. Ольга костюм обещали, потянули его везде в комнату, но раньше приказали реплик, ранее на них. Собычно свойственно... Собычно не свойственно за её персонажа. Ладушки, форма я вам найду, может, и завтра получится. Сука, сколько хватит? А следующий автобус когда? Три недели. Отдаешь секвальчик. Да не ошибка-то, только им рассказал тебе это, а хочу говорить о том, что Ольга была явно не войне, не знаю, как им показалось. В общем, вождой будет седьмой. Будет седьмой. А то, что я знаю о том, что две кровати, она может приедать, сидеть со мной. Ну, простудировала она без интереса, потягивать ключи. Понятно. Он взял ключи и приезжал по школе. Ммм? Что же не хотел со мной видеть? Сейчас берите ключи, видите, а я остаюсь. А седьмой это... Так вы идите направо, потом поворотно левый следует, там направо, до конца. Там вообще не будет. Я попрошу помощь, пусть бы она вам карта принесла. Спасибо. Всё остается, нужно кровать застелить. Ещё. Цепь на велосипеде затягивать умеете? Умеем. В парке сказал, я прооткрываю дверь. Заскидывайте смотки там, а я покажу все, застилю постелю. Надо к вам постелить. Угу. Парни вышли за дверь, а я в своё усиление принял комплект, как бы, постеливая приступку стройцу спальному местечка на... местечка на... если верить в сфере об автобусе, ближайшую недельку. К слову вам, начал я, старшего подушку. Вы мне дату не подскажете? Теяны, что ли? Ещё пока нет. Ольга поступила за ремешок с полочки на своей кровати наручные часы. Петерта августа 36 минут пятого. А год какой меньше? Это смешно по твоему. Мне нужно, я только заниматься. Нет, просто у меня проблемы с датами и числами. Я шучу к слову. 80-й год. Серьёзно? Эх, жаль, 75-й. Только выдавал я его внушу. Денис. Ну и моё удивление, пустом, ничего не примечательного домика, который, по сути, не является квестом. Мне было совсем пусто. Мне казалось, что в этом мире какое-либо исполнение имеет только домики главных героев. Но в теории, это может быть логически образновано тем, что сотрудники лагеря просто следят за чистотой. Сняв область, мы с Пашком прошли к своему в кровати, чтобы впервые за сутки, а может быть и намного больше, прилечь на что-нибудь мягкое и удобное. Фиксируем из скинов аналогично Пашку, здесь уже рюкзак на пол, уже я запихал его под кровать и, развернувшись спиной, упал на кровать. Так что, это советская подушка такая же мягкая и толстая, как в садике. Пашок последовал моему примеру, и тут же раздался глухой стук и спинку в кровати. Денис, тебе не кажется, что этот домик выглядит очень подозрительно. Да, вроде было не 17 лет, а других. Пашок вкатил, иначе серьезно видимо осматривал свою кровать. Денис, кто-то украл мою подушку! Серьезно, кому она вообще могла понадобиться? Рассказали состояние для драка. Хотя, помимо с них, что-то еще много десятилетий, кто вводит на воду. Я уверен, на 136%, что это ее икрада. Сейчас же она ведет серийный моих посетителей подушек. По-моему, надо охотровать место в сцене и делать анализ. Только не трогай ничего, а когда шокки все улетит. Пашок, говорим, максимальный переверк. Например, на сидячем положении примутся осматривать кровать-пашканер, не оставаясь в слове. Нам надо снять это сейчас в пальце. Когда едят, селось порошок, селось порошок, селось, скотч, лупой, зажигалка, селось, 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 а это что у нас тут? Взят, это, на камеру с пальцем, он поднялся в улыбленных пляж. Этой уликой оказался волос. Основная его часть сидит была фиолетовой, а на площадке селось, 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 и как жерст martial center. Я продюска может понадобиться всего того Rowan 오� gonna. Ну и бред. Мы когда-нибудь заботаем на сказав drains с 1944 дробно селось, у unserer компании я решил он вырос на него но не мало. Фиолетовый? Я не знаю я не могу теперь как ни феоз 그es булото. Create codes лоуг FIRSTЛ Da, фиолетовый волос сейчас чтобы увел там бу... Стой! в каждом канал что-то упустили. Открывал окно, а он у него через окно и начал смотреть, что происходило снаружи. Вот оно, пронятая травка и мелоком, когда никто ее на нас не открывал. Вот это настоящая улица, и чистая жизнь. Этер выделал этот эффект полезно защитамое окно. Это, по которому, лучше неудачного предъявления. Я решил выйти через дверь, чтобы от наследов кража осталось хоть что-нибудь. Детектив, мне кажется, что вы как хрена уже за топотенталь всего Лики. Сами же говорили, ничего не трогать. Так я понимаю, что Лики очень важно. Но и ты пойми, молодой, но выпал шанс найти и похитить Тестеля по горячих следам. Вот смотри, куда ведут следы? Они вели прямо в домик напротив, где на его кресле сидела обладательница волоса. Считай книжку. Это Лена, темную я сторону пионерки. Ага, вот кажется, тот кто нам нужен. Лена с твердым волосик, который тебя нашел в домике. Удивительно, что он его не потерял, пока выкрылся через окно. Надо это прохитить ее. Я буду играть в волосы, я пропуганую ее немножко. Ты играй доброго. Ну или вообще быть на подхвате, смотри, чтобы она не бежала. Мы подобрели шли близо. И Лена, кажется, не замечала нас, и не заметила бы его, если бы этот детектив не начал кричать. Всем оставаться на своих местах! Это было неожиданно даже для меня. Надеюсь, они сами действительно надеваются на меня наручники или кто-то в этом роде. Я вас задерживаю, так что вы являетесь главным подозреваемым в нём деле о посещении. Потому что человеку под руку обвал ее в ее домике, как показывает все же, что правило Миранды. В каком-то своем понимании. Вы имеете право хранить молчание, и все, что вы скажете, может, и будет использовано против вас в саде. Но скажу честно, лучше тебе его признать, что Лена сразу, тогда она когда-нибудь не таким суровым. Зачем ты подлезал Лена на стол? Закрываю злую уверенность и голоду, и взял навечивые окна, и взял лампу в руки. Кажется, Лена от страха даже не говорить не может. Может, полегче? Ты прямо, хуже, ты это просто соорудил. Что-то плавно. Прошу, представление. Я надавлю на нее. Если ничего вы не расскажете, прикиньте добричком. Кажется, что отпущу свету, и только она все выложит. Так давай все поперед. Имя, фамилия, отчество, голод рождения и нагресса. Зачем ты все выстроила похищение? Машу, приблизительно, мы их снимали близко, и мы буквально приступили вам в зеленом взятом. Кто вы такие? Я не понимаю, о чем вы. Убери лампу. Кажется, она прямо сейчас заплачет. Вы нашли твой волос на предместное преступление, знаем, что это сделала ты. Просто признайте, и я подумал, что с тобой делать. Какое место преступление? Что происходит? Он просто ударил кулаком по стулу. Более все это таки. Это не гибель по байпалу. Поставлю листик цирна, хотелось бы за подальше переходить. Видите тоже. Лена, скажи, хватило подушкой нашего домика? Просто там одной не хватает. Я не знаю, я бы сходила просто застыть кровать и прибираться, ничего не брала. Я напуганного лицом было понятное то, что она на пределах. Эээ, ну а ради, ну а ради, это всё равно не давало мне покоя. Скажи, почему? Скажи, а почему тогда окно было открыто? Ока Дмитриевна сказала, мы обязательно проверим комнату, потому что этот дом еще не использовался в этом году. И стоит, обычно пустует. Я, ну и дела. Ладно, прости пожалуйста за это все. Мы наверное пойдем. Наверное, мы лучше догоник накрасить и закрывали все руками. Как-то это слишком жесткость не обошелся. Я понимаю, что мы, я понимаю, мы где-то далеко от своей реальности, но... Все же. Что значит жестоко? Моральная ценность поступка предеряется его полезностью. Допрос был полезным? Конечно. Создать, что с моральной точки зрения этот допрос был не был чем-то злым. А ты вообще знаешь, что такое у теле... эээ, туризм? Ээ, его слова привали гусим штуком на спинку кровати. Я прошел, то есть до своей койки, левок на живот, попутал засылая руку под подушку, поскольку я привык так спать. Руки было мягко одновременно и сверху, и снизу. Пролезав так где-то минуту, пришло осознание. Я приподнял свою подушку, чтобы посмотреть, что за под ней. Пошок! Смотри-ка! Проговорил я, что держу смех и вынимание из-под своей подушки вторую. Мда. Ээ. Мда. Пошок! Смотри-ка! Пошок! Проговорил я, держу смех и вынимая из-под своей подушки вторую. Мда. Поздравляю я, поможешься детективы, вы раскрыли это дело. А теперь отдай мою подушку. и надеяться, что я не слишком злой. Не слишком злой, чтобы ночью задушить тебя этой же подушкой. Хайт. Законится со всеми этими делами, я ироционально тянув чип на Велике Велоды, я направился в седьмой домик. Погодка — мое почтение. Солнышко, птичка, булкасти, жужжат в травке. Либо дорого, что сказать. Дойдя до семёрки, я посещал и не дожидается от приглашения, и до ответа вошёл. Что, кого, молодёжь? Ну как тебе сказать? Прекрасно, мягкая подушка греет, как каменное сердечко. Не сигнал. Я же понимаю, вы уже во всём на флексе. Хайт, я же закалибал. Я всегда на флексе. Как скажешь? Ну раз так, предлагаю пойти пересмотреть по одной. Прекрасно, почему бы нам не посмотреть прямо здесь? Какой план? Да. Мы же как начали, отыгрываются на спокойных и нормальных пионеров. А курение прям тут, не очень вписывается в наши РП. Да и я не люблю, когда куримом воняет в охате. Эх. Ладно. Ну погнали тогда. И да, что-то фактор на то у вас был. Хотя, очередная, даже крутое дело. Весь во внимании. В общем, начали закуривать сигареты. Нарезать сейчас 4 августа 1980 года. Какая же, получается, что мы как бы пережили 3 августа, наступил 4 августа, но в то же время нас открыли 42 года назад. Получается так. Ещё, из приятного. Я узнал, что скоро уже ужин. Так что наконец перескутим по легке. Ещё, что автобус через неделю будет последним. Смена кончится. Знаешь, есть канон? Не знаю. Хорошо, что сразу же себя проявляют. Это с одной стороны. Ээээ. Всё. Другое, это что-то все не так. И все не то. Когда твоя девушка больная, на вечеринку один. Эхэм. Ну, тут сиглы. Тут сиглы. Канонистских цен не было, вроде как. Именно. Я спитал бы это на то, что мы приехали не раньше, чем идут события, но нифига. Неделя. Но нифига. Неделя. Как была, так и осталась. По классике модов, получается. Да, по классике... По общей классике всего. Но меня настраживают характери. К минимуму Ольги никакой не бравый отряд пионерского. Короче... Нету тут уж холлый характер у неё, а какая-то она погашенная что ли. Но я не шерзил ваши эти блы. По мне... Бэллы. Мне не хватает того, что ты здесь какая-то Марина и Сайори, которых нет в Бэлл. А значит, уже можно не рассчитывать на чил и релакс. Ну ладно. Может мы попали в хорошую вариацию, как будто и не было событий. В любом случае пока всё круто. Ну да, жаловаться не приходится. Ну и каков план на сегодня? Если ты думал, какой флекс, я пас. Я заколебался. Я сейчас, что... Я сейчас-то еле-еле за себя... Я сейчас-то еле-еле заставил встать. Что ж такое. Я сейчас-то еле-еле заставил встать, чтобы там покурить. Да, плюс рубить что-то. Да и я устал ходить весь день. Покушать бы, да спать. Следующий день акклиматизации. А завтра уже можно и перераспробовать. Что тут хорошего в этом солёнке вашем? Ну, спорить не стану. Не думаю, что сегодня мы что-то надумаем. Можно, разве что, добыть сныкавший пивазик, доводочку где спрятать, чтобы с ней не стаскаться туда-сюда. Ну, перешком шлифануть уже был бы кстати. Сладенькой сигареткой донуть ещё. И спать как помадинчик. Ну вот и порешили. А завтра что? Где? Как? Так. Дота мы посмотрим. Главное, не творить хрени. Почему? Не знаю. Я закуриваю меня через дно и присаживаюсь на корточки. У меня какие-то странные флэсбэки. Ощущения там, типа доживю короче. Да вот что-то мне подсказывают, что лучше хренью не заниматься, а то спокойно, так, размеренно, с чувством с толком, оставлять отдохнуть. Может это вдруг какого-то его незаконченного мода? Нет, вряд ли. Это какой-то я не писал, да и вряд ли бы я писал. Вы знаете, у меня чё-то у него-то проблемы. Ну да. Тогда получается, я еще привал в зумке шум динамиков, что отрубили против кожи у нас, по всей видимости. Опа-опа. А это что? То самое-то самое-то самое? А-а-га. Ну тулим тогда. А-а-а. А-а-а. Парни, а явно оживившись, приезжая меня, направили их в тропинку, а я в свою очередь закопал недокуренную сигарету. После всего уже принёсся их нагонять. А-а-а. А-а. 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 Головая была витком. А это какие-то локальные мемы? Типа, я думал, это что-то болотный коммунити мем не есть. Ну, наверное, я уже не помню. Но анивей. Пашок-то у нас не боевщик. Спасибо Иисусу. Ха. Обед шёл размеренно тихо. Не тебе каких-то соседей по стольку среди ноунеймов или без прописанных персонажей, не тебе какого-то пенера по дефолту 90% сценариев всех модов в воркшопе. Воркшопе. Э-э-э. Не... Не ищу какого-то события. Ребятка вплетали в ужин, особо не втекать ни на что-то другое, а я к своей тарелке даже не притронулся. Поэтому, когда пошёл куточку с моё пюре, я, например, ответил, что няня, не раздумывая, отдал им свою порцию. Странно так. Я сидел и смотрел вокруг, чтобы не цепляя за момент сезонной головы и подтягивал остывший, едва сладкий чай. Почему-то стало грустно. Может из-за того, что свет вся напоминала мне о моих подростковых выходных сменах в летних лагерях. Может из-за того, что я не могу понять, как мне стоит реагировать на то, что я сейчас в месте, которое по факту существует. Типа как сладкий бред. Хотя, я бы был предпочёл, как казаться... Впрочем, не важно, чего бы я хотел. Оставим это к закадровым размышлениям. Не знаю, в общем. Может это грусть, вовсе не грусть, или она от того, что... Хрен знает даже. Эээ, просто грустно, даже выпить ничего крепкого не хочется. Всё странно. Да уж, вырвал я нечаянно вслух, после сразу опрокидывая в себя статки чая. Ты чё? Даже задумался немного по поводу. Да хрени всякой, не обращай внимания. Эээ, я не согласен, и вновь просто присаживаю к стакану с чаем. А я в сегодняшний раз опьём в руку жембе и повышение столовы. А дуражик тут убогий всё же. А может именно он толстую мне и навевает? Какой-то задрипанный, словково-депрессивный, полюбас он. Я хмкнул и лобнулся. Разбрасывался сразу с забором обстановки и ужином. Мы незамедлительно преследовали на полянку, где читали ещё днём. Ребятки настойчиво пиваться через наповаженные деревья, а я всё-таки селся на небольшом пне. Унимая, эрпажик с бутылкой красной армейской сигаретки. Ох! А ты хочешь вообще признать тебе долго. Ну и чё-то твои сотки. Ну и чё-то твои сотки явно. Это согласен, не дотягивает. Ох, класс! Воду кусок, делаю гуток пива, поздно облагочивать на стул блестяя стоящего дерева и закуривая. Поел, попил, покурил. Заедался. Теперь ещё под 5 часов сорок. Эйзо, шикарненько. Поддерживаю. А завтра мотался как собака с этими походами по заграничью. Я не сразу ничего говорить, лишь захмакнул и дотянулся, потёк поглядывая в небо. Так-то и плохо. Даже, я бы даже даже сказал, нескучно. Согласен. Что же, я вроде и не делал ничего, надёк пролетел незаметно, да и вроде неплохо. Ощи не такое, словно с дружнянями весь день гулял, фигнёй занимался, ничего сущего, а приятно так, кайфово. Флэксинг. На все сто... Не на все сто тридцать пять, на флэксинг. За флэкс тогда. Фух. Стук. Ребятки стукнули на спину, я же пропадал свою бутылку, после чего трудно выпили. И сегодня они были более живыми, нежели прошлым вечером. Если вчера я был целиком полностью в своей тарелке, а они явно жалели о прибытии в крышку, то сегодня ровно наоборот. В этом всем открывается довольно простой вывод. Вывод. Понимаете, совершенно разные зоны комфорта. Просто просим вчера, я ждал общего разговора по душам. Может зряждало, мы действительно разные люди. Сейчас. Может зряждало, мы действительно разные люди. Хотя при общении в дите, или еще где, в таких смысле не возникало, и мы вполне, всем же переплажком могли бы общаться всякой, подобной вчерашнему моему монологу в Мишуре. По-моему, что не просто вчера устали за дороги, я действительно зря поделюсь беседами о депрошлых вещах, которые я, к слову, депромами считаю. А даже напротив, вполне обычными и поседневными, кое помогает с этой самой деприсправиться. Реально. В общем, какая в сущности разница? Не сказать, что что-то изменилось, вроде бы, это же ебеняя, но все же. В чертах. В очередной разнил раз, годная поганая пойвар, и задаваясь вопросом. Что со мной встал? Пошел. Рык Ярик. Рык Ярик. О, дайте я кайфону с этой имени. Просто мне она очень нравится. Одна из моих любимых. Уже. 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 Ладно. Рык Ярик. Ха. Города. Ха. Победка. Дого. Да, да, да. А разве ты столько городов выучил? Ну, типа, просто там вообще делать нечего. Все мы в города и... Вот мы и в города и... Просто там вообще делать нечего. Вот мы в города и играем, пока объезды делаются. Да, или кто-то травим. Распилится? Это какая-то... Ну, она вообще какая-то не прикола, да? Как вся эта история в целом. Ну, например. Ну, типа, пошёл я у девушки тетрадь на беременность, а там уже положено и три точки. Хе-хе-хе! Эм... И... Ну, я же сказал, локальные приколы. Ладно, верю. Я решил, что я окончательно распылал его буквально в усталости. Попытно-стреклый пипел с уплака и пустой пипел на имптул. Пулить байки надо. Да, намного пора. Что-то мы засидели. Так вон вообще выхнул. Обратите внимание на облежащие на траве тела. Я спрашиваю, потому что небо и зверное небо спускаю в него. Проверяем. На нежилой город. Но так или иначе надо выйти. Времень детская. Во... Во сколько тут этот бой? В день вечера? Может быть, в лагерах я особо не бывал. Так что и шарики за эти приколы. Я в этом деле не сильно вас помогаю. Мы же шарики за это место. Но как сказали, шарики бы тут... Эээ... Разные вещи. Вообще, я когда читал все это, думал... Вай, я бы... Вот я бы сюда попал. Такой бы флэээк что-то строил. С пионерками... Эээ... Капсомолками. Так бы отжигал. Вау... А что думаю? А почему нам не надо? Просто потереть, погреться. Никуда не торопиться. Да чтобы не пилил никто. Не маячил. Мабе. Хотя, мабе оттуда бы... Будьте отдельно не с нами. Это было бы по-другому. Мабе, типа, как все таки не сдерживаешься. Какой... Фактор другу за... Для друга. Более. Да, смысл. Ну, типа, не-не-не. Я начинаю там истерить. И задаваться попросту всеми всякими глупыми. Говорить, что ты щегнёшься всякую. Может быть... Просто кайфуем во всём, собственно. Я закинул в куртку твою бутылку. И спрятил её под курт. Ээээ... Упираю руки в землю. И выпрямился подниматься. И стало мне выпрямиться. Как в глазах мне не потумнело. А в глазах трюфил эти бояшные капошки внули. Воу-воу. Полегче, спортсмен. Куда? Разогнался. По смешку он прониктив, комментировал Денис. Мне тут с... Хм. Ай, это что давай? Ага. Как я выдал он? Приподняв голову и сделал готовить бутылки отсюда. Капец. Ты всё выдрал? Ага. Раздумался немного. Увлёкся. Я лишь пойму поморщиками. Я не знаю о чём говорить. Ты идёшь? Да, сейчас. Он за капитанова поднялся на ноги и держался за ствол дерева подчёркинула курок, а пустил бутылку пьяного. Говоришь, не знаю, куда приближайший курт. Вы перенесли есть. Можно официально объявить это место в курилке. Теперь я выдал он. Завыкут пьяной булубочки. Конечно, мы его уже построили настоящие пионеры, которые будут бери старше помогать не пакетить, не брать девочке. Не брать девочке. Но это уже не то здесь. Да? Ну ладно, путаю постоянно. Выпроскиваясь из курилки, мы медленно двигали по лагерю. Ходи, чтобы поставить устроены в сторону, эээээ... исторонавиту? И troon sahulloo. И оронавитуit approached, куда то возьмут перед собой не заглядывать по странам иногда у вас она как-то по детки а я охрен нам охренали нам рождественникам мне признать честно тоже было кайфово это выяснилось или был не при это дело в том что меня ничего не раздражало помехать и конечно вот это вот приятно устал в которой я не верил это сегодня выходит хотя я ничего бы понимаю твои ощущения да и когда чтобы понять не мог но главное между меня ничего не бесит в строчке по они обещают нам интересный флор последующие пару дней а может и нет но хоть сверить что да кто-то который не хочет думать ни о чем ничего такого в прошлое дня в чертежном поезде на и круто уже норовил кихать откололся от у нашего странного ряда добротворение рейсов проводить отказался лишь махнул рукой и сварил по дорожке в сторонах у нас своего домика страшного странного какой-то пьяный просто бутылку водки сосал думаешь да я хрен знает аж вот и один пусть идет не маленький уже да и куда ему тут идти вы же сами видели вы же сами сказали что там возвратные точки стоят и нас все равно в лагерь видишь поднёшь да нет в другом сцепиться или как-то еще дров наломает он не выглядит как агрессивно да и камон он просто опять депривует наверное поэтому я решил один пойти тут погрузить поплачет да и домой да домой пойдет так что не парься здесь слишком уверенно коснул плечами и мы верили дальше в личном домике если на себя корку и джинсы просто борьба страна ныряю по поездки с подушку пыталась попрятного мимо косточки а мягкая постели еще больше затуманивало осознания что я может отрубиться раньше чем закрываться глаза добрый только бросил я покрывает покрывал добренький или себя вовнувся этому после окончательного а перестал сопротивляться ну лишь напоследок прогнав смысл надежду что завтра будет лучше чем вчера хайк 4 августа 80-го восьмидесятого позднее меня там вот и бесконечно с моёшки легкие касания на лице легкие касания на лице скорее не касания даже шлепки следовательно за этим лучше его били виду осознания эй ты же делал которым я в них подогрался сибирь и тихо здание и шесть дверек по кандомика утро утречка доброе оленькое только я проговорил я почти шепотом скрывающая твоя блящие глаза окружилась тело ломила а животик ясно ныл вместе с ней с этим у меня ломал жесткий же сушняк а добрая уже обид почти так я проговорил она еще раз задарив меня пощечины почти он скрывается на зону видимость я пришел на кровати придерживаю голову и шарю по местности глазами на вот так вот я забавлю крышку спасибо доедушка кровано сидеть на кровати до так какой-то журнал на человеку перечитывать по тупой покручивая пальцах в ручку я присаживаю бутылки минеральной водой который моментально и удар там более ясным и голова на работу до и вообще вернул жизнь в банное тело про таки молитва исцеления асад довольно на выдохе я буду я отстранять от бутылки еще раз спасибо но они спрашивают куда поделали бутылка водки который пропал у меня вчера вы в это не так как все понимаете не стыдно становится что то что моя самая закручивая вы узнали что дальнейшим посетителем был я в основном в основном не особо на счет за то что вам пришлось обещать пирингалом уважаем более 2 не вынимаясь добавил я в следующую глотоку понял что живцы водила машина убийца хищник пустал минералку на стол кинул ноги на пол и приправив ногу и завязал куртку что лежало на полу на поясе и кричательно поднимаясь в кровати еще стоит что я не потерялся с вами обещаю исправиться послушай на эту желудочку и поняла на меня взгляд поднимаясь место не похож ты на пионера да я увы не пионер и что же ты тогда тут делаешь отдыхая ты знает может мне еще не поздно стать пионером я выгляжу на все шестнадцать отри все что-то грубо но все равно листит я ловну с ней надеется и все что в ней представлены видео по всему логиду и стрема просила на 4 дня прежнем я отшибался по листкам а как же вокруг шутнула а просто на боковую хотя нужно было лечь по шарлонге это бы избавило вас от не этой неловкой ситуации неловкой договора заказывает нас не то или иной мере у вас какой-то грустный вид что-то случилось я потянулся по кругам покручившие потянул спинку и почти хотим или по манипуляции достал фигареты но боевого торги сразу убрал их обратно что-то у меня случился когда-то был успели извините когда голова не много того с утра или другие твои воде того а потом все а потом все ко мне это так сказать когда она устала и мама есть мем странная она она у нас в кабине будет а нет странно очень странно и определительно не канонично дела ну я решила размяться наклонами страны в сторону и скручиванием по дорожке слегка с рукой закинами и по резким милым камушкам бежала слава слава любите меня с большой темп фискульт привет михао ты приболел ну пропал раффка линейку да и выглядишь не очень ну не знаю мне кажется всегда освежение не отразим а побегнула и посередине на руки из потупни а может быть говорить не буду ок 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 а тут только обновлю я поправлю окошку на поясе мне стоит надо для товарищей рамбуде не побежишь со мной за компанией на седьмого почему нет радости что спим блядь 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 ок 5 до евро крым когда собрали собираниями одеваниями было покончено мы не спешали на обратно к домику вожатый вот они мы хорошо эту сторону ольга встава скрывать и и тумбочку внимание оттуда 3 листочки ну ладно серьезно это обязательно можно можно обойтись до этого но я не знаю что тут где находится смотри как раз вам приступает ммм то что нужно как раз познакомиться с лагерем А там довольно вопросов, да, потому что почему я бросил на него полный неподнимание взгляда? Полный на него неподнимание взгляда. Серьёзно? Звёзд овкос. Ещё. Молодцы, с нашу форму, поверили мультик, гернаторных складов. Я сначала умолчил, что на вас может попасть в пачку. И да. Молодцы, на сплетёнок, превосходиваются к главе плодов. Плодовки какие-то, наверное, не мятые. Ухлёд, наверное, как пошло взгляда. Пыль моём не повезло с моим соседом. Ладно, идите давайте. Солим. Эмм, вода чуть слишком холодная. Эм, пожалуйста, Дэн. Отходя от умывальника и представляя, наверное, всё солнышко. Доходя от вода, как вода. Просыхает зуб теперь на времена, когда горячая вода не существовала ещё. Ему всё нормально. Да-да-да-да-да. Прикреплял я. Выпокачиваю рукой и попутно деваю. Ой! Я полив в карман куртки и достал оттуда сигареты. Прям тут? Да тут нет головы. Вон! Отойдём домой, ближе к крышку, да покурим. Нет, я сейчас покушал бы. Не курю на тысячах. Это верно, к слову. Но я говорю, что мне не хотеть есть. Баря, я тебя постоянно заразничала. Блин, я порой поражаю, как ты ещё жив? Верь, что мне нет, я тоже. Видимо у кого-то свыше на меня планы. Но говоря о планах, у нас они есть? Или опять? На всё более рандома. А почему бы и нет? Пусть всё самое тихонечко идёт, а мы будем в это всё самое тихонечко обливаться. А да и вот, я поздравляю перед подшиком к листком до подписи. Эээ, у тебя лодненько уже придумал нового занятия. Кстати. Ммм? Может, а будем пообходной? Ты придумал хитрый или хитрый план? Не знаю, может просто каждый исходит в одном месте, а потом просто подписи перекатаем. И всё? Зачастливый план. Хмм. А зачем куда-то заходить? Скоро обед, и там божественно нужны персонажи. Так вот, почему бы нам просто не взять у них всех по равным подписи, столовые и всё? Звучит-ка хороший план. А лодга, если... Оно без пальво. Чтобы воды не агрить и не нарваться ненароком, каждый возьмёт по одной разной подписи. А потом, после обеда, нужно отойдём куда-то при катании достающих друг у друга. Ну пойдёт-пойдёт. Ну и отличненько. Закрыл. Я дарил коробку в кучку земли за умывальником и набрал склонную руки воды, а положил в лицо. После попыть бодрячей водичкой прямо с крана. Ммм. Забрал я в ощущение, что вода здесь просто пушка. Только выдал я под шум горна, и обрабатываю всё ребятишек на обед. Завтрак на двадцать, за двадцать советских деревянных получается. Обед же. Для нас завтрак. Как-то не раздерываются. Надеюсь на покорожки. Хе-хе-хе. Пусть. 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 Что за тайные приколы? Никаких тайных приколов. Нам же ручка нужна, так что вы что бы пришли собрать, верно? Так вот, я пока соберу заформленную ручку, так что шуруйте без меня. Отвечу я, меня и курсторного домика вожатый. Денис. Открыта августа 80-х годов. Знаешь, ночью пошло, когда мы вышли на столу, и начали договорами в положение свободного места. У меня порядка бесит такое количество людей. Почему? Я люблю истинное видо. Но ты похожа. Просто некомфортно себя на себя чувствуешь. Я даже когда могла бегу в какой-нибудь дня в тачке или другое везу. А что нет же? Надо срабить себе комфорта. Что тебе кто-то в рот заглядывает? Ну это же совет. Тут всё и у всех одинаково, чтобы никто тебе в рот не заглядывал. Я не знаю, для чего у тебя. Странное выражение, в рот заглядывать. Я даже согласен ковно. После чего мы отправились только к свободному месту у окна. Чуть позже к завтраку сильно не усыхаетесь. Итаживать за стол и уважать в центровую ручку. Что это? Гречка. Гречка. Это по всей очереди видно. Зареза, коба, налебанги и кальций, полезно для здоровья. Я понимаю, ничего против не имею. Но, как я говорил, мне хватит макарон. Даже если просто макароны без галлинира или ещё что. Главное, чтобы смазать. Ну да ладно. Мои бедные люди едят что-то дают, так что приятного путем. Спасибо, и тебе. Так. А чё, у нас два кашля. Что-то в автоноске. Не еду. Только вроде. Да, вон он. Доверят же, они только сюда. Олегов. А, всё верно. Надо будет собрать всё, что надо, пока я не разберу разницу куда. Мое предложение подпись возьму. Мы вроде как уже как-то не думали. Ладно, познакомились они. Так и скажу, что она твоя это. Как её? Вайфу. Вайфу. Кто-то типа вайфа? Кто-то типа вайфае? Нет, Пашок. Кто-то типа вайфае? Кто-то типа вайфае ранится. Вайфае даёт и цена, а вайфа вообще не даёт. Ха-ха-ха-ха. А потому что даёт гречка и с мехом. Тихо-тихо, а то так и у гробика поджимаются раньше, что свинички. Половно-то меня. А Пашок не сила такая, такой подстыня. Чё, гречка за страшное горло вылетело изо рта, да, а просто в тарелку. Тихо-тихо. Спасибо. Я вам донос, что насколько это не репет смерть, заливаются с того, что ты привёшься едой. Был у меня случай, когда братишка с друга моего чуть-то волоском в бассейне зафигнулся. В прямом смысле. Так, в зряху, как мы слышим? Пашок. Я пойду к девочке вокалкой ей. А потом я с девочкой вокалой уйду. Тогда я пойду к Куперпанкам. Вайхай, тоже залпомашь, что ты кончаешь. Пошёл к тебе. А чё смысл? Ручка, на прокурсе надо три. Получили, я пойду. Ну, ну лон, подожди. Не, не дай свою входную. Причём. Не будем ли, возможно, сразу поставим путь. Ну ладно, держать. А потом я пошёл к Лисы и готов, что там с вами вместе, прохватяя с собой ручку, пошёл к того, где я сделаю мяку в компании с длинной Алиссой с Ульяной. Ух. Смочу я, вот да, что-то покручил, что было в руке коронённых стакан. Ммм. Как думаешь? Ну, типа, вот я попробую прикатить к Жене. Ну, так вперёд из песни. Что ж нужно. Или что, как раз у тебя интересно. Просто не знаю, нет смысла. Но, типа, оно же нереальное, и всё такое. А потом, как Либулан придумал себе, эээ, тульку, или как... Это правильно. Не хотел бы для Велигородского уровня такого пуска. Ну что, не знаю. Стоит ли? А если я у тебя арестование расходу в армии, я отпустил бы и нет. Да и не при этом. А к тому, что вдруг это, эээ... Ну, типа, по-моему, это тяжело, жёлая группа, и всё такое. А, я понял. Всё, типа, того самого. Это тяжело признать все вставания. Типа, друзья, я уже стыдяшил. После того, что вообще поднялся к темпу. Но, смотрите, там. В конце концов, дождите этот трипл. Дождите этот трипл. Дождите этот трипл. Мы, или мы действительно умерли. Это всё. Некий представитель адвенчир, или... Вы перезорите. Видим. Он развеется. Может, ты ничего и не вспомнишь, и чем он каким-то образом Воднётся в наше время. В конце концов, дождите этот трипл. Мы, или мы действительно умерли. Это всё. Некий представитель адвенчир перед всём видит. Он в дом развеется. Может, ты ничего и не вспомнишь, если мы каким-то образом Воднёмся в наше время. Ах! 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 А может, мы вовсе вздохнем? А, так что, почему бы нет? А другой? Другой смотри сам. Может, про пешемерки добавятся на спинку стула. Как ты сказал, когда я сотку предложил. Ох, я дедражаю. Вот именно здесь. Жень, короче, как кажется. Так что, нежели не думать, правильно или нет. Лучше я неразовую. Чего я соток лет жалеть, что догасился? Так. Пожалуй, это надо записать одну из великих числа с хайта. Так что, решай сам. Я буду в твоём месте. Я пошёл, наверное, по воду желания. Получите эпизоди распитываться. Пошёл, положаю на стол, ручку и обханые листы. Хочется взять на стул и присаживаясь к стакану, ужасно поглощая чай. Капец, как страдали. Я просто в шоке. Хружок, песни петь, можешь музыку делать, жалеться долбить под роялем. Ужас, блин. Я вообще быстро там не перевариваю. Да ещё есть игра про этим потоком рандомной информации. Ужас. Голова, думал, вскипит. К аноничным. Ща придём. Ва... 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 Ва взял с этого здесь теста с ручкой и удалился с каталом кибернетиков. А всё так плохо? Вообще ужас. Был у меня одноком, когда любил... Который я любил, когда девки без остатка, со мной могло куски было болят. А теперь я реально думал, что он поехавший на все до 215 процентов. Я не ответил, лишь продолжал грубо покручивать стыкан в руках. Пожалуйста. А я быстро вернулся... За стол, ходила за приемлемую ручку и листы. Свою очередь. Чё ты быстро? Ребятки оказались довольно раздражелюбными и неговорчивыми. Только я ответил, поправляя куртку на поясе. Как говорится, по стыдному обеду под окону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, нужно срочно покурить. Так что деньги, если давай иди, а мы за стол, мы здесь всё прикуркуемся. Ого! Солим. Ну, пошёл. Ну, подождали бы хоть, да, вместе бы пошли. Мы, как они, готовы обратиться к нему, только приставь крутить стыкан и добившегося дизина, взял листы и отправил тот, за которым сидел уважение. Привет, приятного аппетита. Я привлекаю всех девушкам, но что-то, так что, что они приваривали. Эээ, изручка, управляем ложками кашу. Привет, спасибо. Спасибо. Женя, можно тебе дать конкурс? Ну, будь его на меня взгляд, с явным вопросом в нём. По крайней мере, мне так сказать, да. Ну, извиняюсь, я в чтении того, что хотел сказать, или о чём человек думает. что-то, 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 я не знаю, по поводу. Хочу, чтобы, чтобы, чтобы запустить, даже ненадолго, буквально минутка. Ну, я взял ручку и пытался в этих трех листах. Спасибо большое. Знаешь, что должно быть? Напоминаю, но я сразу против удалять заборцы в голову. Конечно, против удаляя полностью. Я уже забираю, как-то с карманом садми и направляюсь против головы. Пашок. Интересный август, 80-го. Говоря часто, странно я себя чувствую. Понял. Ай, выдохнул дым, когда я делаю горящую спичку. Ну, типа, благодарю. Побрал мне, поскорил мне сигаретку. Ну, типа, хренная. Я вроде бы все... Вроде как все зашибись, а вроде и хреновая. Типа, я не понимаю, что вообще происходит. Понял. Да вообще, да вообще вообще. И со мной, и с окружением. Вообще ничего понять не могу. Словно вообще ни хрена в голове нет. Ни мыслей, ни чувств. У тебя хроническая депрессия, что ли? Я тебе говорил, иди к психологу. Блин, я тебе говорил, мой психолог бросил твои моста в реку. Мне некому ходить. Ну, в диспансе сгоняй. Посидишь на депрессантах немножко, мы бы получше будем. Он довольно умрошен. А можно это переводка сессии? Я угадаю. Возвращение должное. Возможно, совместное сопоставление алкогольной продукции. Браво вас, вы чувствуете догаданную. Капец. Но там вопрос, который я задаю постоянно. Как ты еще не умер? Отвече так же, как и на душе постоянно. Немного, как бы это сказать, эээ, наркомании его. Охренована, не знаю. Хотя я бы сейчас тебе сказал о десяти, двадцати кубиков мосфея. В ровке, к слову, уже можно засыпать опиум. На что вы намекаете? Ни на что, уважаемые. Просто информация да и интересующая. А вы, как я погружу, интересуетесь? Ну всё бы хорошо, но есть один хрен. Это ваш индексилиппортирующая невидимая стена. Да. И это очень грустно. Что грустно? Последний день, неожиданно выродивший из угла. Ну так не пугай, расселечка у меня слабенькая. Соря. Так что вы это все обсуждали. Да ещё особенного, речь о границах лагеря. Уже сварить хотите? Ладь говорит, что в сапке есть это достать опиум. А поэтому я и теперь хочу его и получить. Получите лучше это. Он достал первоначальности обходные листы и раздал их. И всё получает? А нет, поэтому всё равно. Ну можно просто тупой для этого проставить. Далеко? Ладно, до площади. А у нас какой план? Ну пока никакого. Закрываем обходные на сто процентов, а дальше уже присядь будем по ситуации. Ну я же вчера книжечку взял, почитать, почитать можно. На пляже есть под солнышку под прекрасный советский лимонад. Где бы я его тут взять, разве что в столовку залезть, да поискать там, а на... в надежде, где на его найдет чай. Ну а и так да. Варикак вариант. Культурно отдохнём, почитаем, позагораем. Ну тогда не будем задерживать. Погоди, погоди, есть проблемы. Мм? Книга одна, она в трое. Ну так сразу... Ну так один снизу, другой сзади, другой вру... Эй! Ой! Этот стынапик. Нужно подсказывать... Нужно подсказывать ещё хотя бы одну книгу. Либо найти такую книжку библиотеки имеются по более одного лица экземпляра. Ну тогда идём в библиотеку. Главное, мерзло, в последний пункт. Ну-го! Прощай, покурю быстренько. Так вот закури, не теряпись. Смотрим в глаза, не провоцируем. Почтей сказал хайд после того, что в двери пункта, и не дожидая приглашения, открыл её, заходя внутрь. Доброго дня, работников медицинского труда. Когда вы выдавались порога и отработали с бумагами, к нам обернулась местная медсестричка. И вам доброго дня, пианио. Здрасьте. Я бы чуть не сошел с длиной, не на 100 раз смотреть чётко в глаза, хотя же вы не опустили её в путь. У-у-у-у! Сниже было! Неумеверно, снижение. И нет, не пубертат, просто люблю эти вот халаты, видите, всё-таки, давайте с таким-другим декорцией. Но приутро. Она подразительно на нас глядила. Вы по какому вопросу? На больницу не похожи. Разве что не в том плане. Добавила она, хочет нет слов. Обхаживай. Понадает шеклатика пострык. Ну давайте всем не ваши... Обхаживай. Звучит мало, слишком жарко. У кого что болит? Мальчик. Зачем, что это не за кофемент. Поэтому вновь ей уже протянул свои лечения. Его примерно... Его прохемеру проследовали и мы. Ну всё, миссия выполнена. Надеюсь, я получу награда достойного... Достаточно опыта и хороший смор. Ага. Ты десять чест захотел. Почему бы и нет? Пионерский сет дадут. Он идет на половинах. Ставки не любили геев. Так что... Ахм. То есть... Я тебя понял. Но не обижайся. Уже на проходе библиотеки я заметил, что может быть не ест, у нас это охоте из Союза. Я на чем-то озабоченное. Охайо. Приветствую ее я, когда мы подошли близко. Привет. Здрасьте, здрасьте. Что это мы такие грустные в такой чудесный солнечный день? Что случилось? Что ж потеряла? Ну... В разе того. Я должна всем этим кучей книгу ждать. А я ее найти нигде не могу. Опа. Это дело для лучшего нуарного детектива в этом городе. Ну ну не-е-е-ет. Заброс пристрастия снова выйдет. Так. Тихо всем. Работает профессионал. Итак, Сайори. Нам нужно составить эту картину с подкопления. Последнее место. Где вы видели? И последнее место. Где вы видели пропавшего? Это, возможно, подозреваемых. Подозреваемых? Конечно. Нельзя исключать, что это было посещение. Ой. Да-да. В вашем случае дело будет куда страшнее и апатия, но не стоит беспокоиться. Настоящий детектив с я... Ничего не боится. Итак. Тогда пределать вы видели книгу? Ну... Встера. Примерное время. Сейчас после обеда. Что ж я не помню. Нервничаю. Поехали. Она, наверное, вас улыбнула. Ничего страшного. Любой план был на вашем месте за нервничу. Да вы молодец. Хорошо держите. И так. Если у вас там принято тот, что желал также обладать этой книгой. Я... Даже не знаю. Тут мало кто-то будет что-то сказать подобное. Разностоверное. Ага. Вот оно. Ни слова больше. Идем. Нам нужно ее найти. Я больше не... Я более чем уверен. Я более чем уверен. Это именно она посетила книгу. Почему ты так уверен? Суйка. Настоящий детектив что-то от негодяяя. Взял. Вот я нашлась им заняться. Далеко идти не пришлось. На этом сидел на площади прячь в тени. Раскидывая ствол дерева у дорожки, что было грёвеньком. И, кажется, была поглощена чтением книги, которую разложила себя на коленке. Идеально. Должно прожать, она гениальный преступник. Причём понимает, что лучше спорта прятаться и оставаться на виду. Но будет она хоть как раз хороша, и всё равно не сравнится с моими талантами, ну ладно, даже будет детектива. Попалась! А? Что? Опять ты? Уберите его от меня! Я так вот распланировал всё впечатление, да? А вы хотя бы не били руки, так я перед... и перед лицом приступлю. Ты сразу же понял, что это стоит. Зенеточки вели к тебе. Вы были мастеров, чтобы были хороши. Но ты не учла одного. Что только тебе могло прийти в голову, и мастер-крайф этот меня? Закончено, Лена. А что ты пристал ко мне? Класс. Да? Эмм. Это и моя деньга! Совсем не это... А-а-а... Идиот! Самасшедший! Выходя по книгу из-за моих рук, мне она быстро скачила и направилась впрочем. Класс. Только выдохает, тяжело выдохну. Теперь она пойдёт жаловаться. Ладно, подожди, я поговорю, а вы, видать, что играете в детективах. Лишь броды. Не. Дебилы. Во, дебил, вот я его звук. Брод, с которым он был выходить, но по дворечкам обернулся. Лишь, прогляди за нашим детективом. Ладно. Эй, Хачкин, ну, после ускоренного шага направился до лета. Ошибочка вышла. Это было грубо. Немного. Да. Но, мы все ошибаемся, а извиниться она не дала мне в пусан. Ладно, разговариванный подозреваемый у нас оказался невиновен, то придётся приберегнуть к другим методам расследования. Зачем? Для начала? А может, просто полоспочка в домике, где живёт Сайори? Может, она просто не нашла и я пробовал поутру. Завалилась, забыл открывать тумбочку или ещё куда. Ммм. Да, именно с этого и стоит начать. Да я вроде везде посмотрел, но, может, и в правду просто не внимательно. Сюда отправляемся. На дальний день Он побежал Сейори, и так не найдя книгу, и я сиду на лавочке не нежить на солнышке, уже был думал, что на этом расследовании Пашка закончится. Что на этом расследовании Пашка закончится, но... Так, нужно приступать к следующей шагу нашего дела. Какого? Только пошла пионерка после видимости, как мне казалось, явно заедет, что он на этом данном предприятии. Не буду скрывать, это было добавлено, но для начала, и несурадно глупо, в конце концов. Нужно восстановить вашу картину событий вчерашнего дня. Итак, Юрий, где-то кто-то решил в третий раз видеть его книгу? Ну, на пирсе, чтобы это когда познакомили. Значит, нужно направить туда и надеяться, что следы еще остались. Какая была откроется в данном день вчера, но припомнил, что мне вроде как надо бы за ним Пашку... за Пашком приглядывать. А то мало ли. Хотя, что он и творит, разве что я только опять не напугаю кого-нибудь. Поэтому я отгонку разгрызал, что смертный мой человек, чтобы в эту Пашку я скоро приступил. Итак, по-на-месячу. Мы стояли примерно здесь. Для тебя была книга, я тебя реально точно помню. Вот когда мы столкнулись, я сразу обратился на нее внимание, что он промывал, а потом начали разговаривать, в том положении, что вы забывали за собой. Женя, знаешь. И куда вы дома отправились? Другая секунда. Отлично, направляемся в тебя. Продолжение, девочку, вы написали паспорт, сводили недружие, и быстро зажигали вопрос на направлении. Удиваю. Уже это подходит для тормозного Пашка. Послушай, давай этот допрос, если вам будет, проведу я, ладно. Думаю, что и методы более действительные, действительный помощник. Ну, мне не нужно, ну, мне же нужно практиковаться, не так ли, подогравая ему? Все же верно. Нельзя так стать хорошим детективом без долгой практики. Двинули. Ну, вышли лиф внутрь и пошел к приема соцсетра, заказавшего с того, заведующего библиотекой. Эй, пятик потеряли лифт чего? Ну, привет. Ага. Что вы шаритесь тут? В общем, тут такое дело. Уже я репропала книга, и мы пытались найти ее, послеметно восстанавливая картины событий, что притесывали по пропаже книги. Женя, лишь понемобрав, его простительно посмотрел на меня. Я же живу, в свою очередь, лишь пожел плечами. Как вы ищите книгу? Которую мы с тобой... Которую стараюсь идем? Дочитали до конца, путь всего я запутала ее сдачу. А бы уже она себе показала, если ее уже взяли. Ааа. Точно же! Девушка расснела, что она с тобой с Пашком распрыгнула. А я что-то добавила, простите, простите, пожалуйста. Ему что-то надо, все потратить столько времени. И что страшно, главное, что все закончилось с компиянсом. Дело закрыто. Если я буду Пашоком, я же надо заворачивать на Пазак, выходить из бюллетей. Ну, до встречи. Глупо, наверное, было. Глупо, наверное, улыбнувшись, и попрощался, и я, и Снеки, что-то у него, в конце, пошел вслед за Пашкой. Пашок. Блин, знаете, Дорс Булли для меня прям на стриге какая-то уже. Знаешь, мне кажется, это какой-то рофл. Начал я, когда мы вернулись на площадь и просели на лавку под бюджетами дерева, прячущихся в тенях. В плане. Да так, я хотел бы вызвать курить, но уже до совпадшки и вынимая сигарету, вовремя остановился. Знаешь, мне кажется, мы зря журничали с охранными. Почему? Ну, типа, по пароходу туда-сюда могла бы породить какую-нибудь ситуацию, которая бы сжирала наше время или что-то типа. Хм, а ведь да, оригинал именно на этом и работал. Спасибо, что если здесь начинать на этом месте и жопу прессовать с квадра, то будет шкука светная. Это как-то, все как в реальной жизни. Типа. Ну вот, когда ГГБЛ куда-то отходил, что-то такое. Я и лагу, опять, юночка. Грубля. Ну вот, когда ГГБЛ куда-то отходил, ну вот, когда ГГБЛ куда-то отходил, отходил, почему отходил? Ну, я хочу теперь учить, я и лендер буду. Все, у меня уже кроши едет. Эээ, ну вот, когда ГГБЛ куда-то отходил, то там всегда были какие-то слабые события. Эээ, типа как по шкрипту, да. Как по шкрипту. Блин, мы в игре, когда состоит из одного большого шкрипта, не а? Ну, я не в прямом смысле. Ладно, я понял о чем-то. Нам нужно пошутляться, чтобы флакшность не достигнуть. Ну, или чтобы повернуться в случай или повод здесь его устроить. Да, это типа такое пособие, если люди вдохновения, зашедшись неудачникам. Когда-то же сидят на зопе и ничего кроме ночи они делают. Аээ, хикамори! Ну вот да, для них. Шукаво, молодёжь! Разворчивый застелный подсор, обладатель гособушев к нам и пришел рядом. Сидим в депре, думаем о силу и о суете. Эээ, как бы нам довести суету? А-а-а, и что? Какие мысли? Скинька, кстати. Лучше и спрашивай. Очередный эстет не совсем. Хотя да. Эээ, и что вы? Мы только не взяли книжкой, так что флак на берегу под солнышком отменяется. Это говорит, словно это целая эпопея. Ходить снова до библиотеки. Да и матушка. Ясно. Как с нами успехи? На новом вроде. Объяснил ей на свободном примере, что поджог очень любит детективную историю и пытается всегда вжиться в крови. В смысле вжиться в крови. А вы жизненный нормальный детектив, ты если чё? Я и не спорю. Если бы я нашел ей это объяснять, она бы не поняла. Эээ, поэтому пришлось укручивать. Говоря проще, я сказал ей, что ты как она. В смысле? Она любит романтические истории и хочет быть их частью. А ты детективная. И опытаешься вы всегда в играть в ситуации, которые похожи на перспективы, как и детективное дело. Горо, вообще всё разужливаем опять. В общем, она поняла свою соль и жаловаться не пойдёт. Однако, не даёбывая я по мелочам. А то скроется ещё. А это спешно, что наш карман за секретами, но в тот же миф чертохнулся. В нас всё-таки любят, нас только на баловочке. Точно же, она за самоубийца. Можно взять в Саёре Лену и строить чуть-чуть шоу Сайдл Квайп. Вап. Блин. Ты чё такой зануда, ебаный, а? Чё тебе нормальные ребята объяснить? Да шучусь, да ебал. Шутки у тебя? Ой, чё б говорил. Топор-то смешнее падает, парень, на чём ты шутишь. А я не претендую, нормально не морить голды, если чё. Ну всё-всё, хватит. Да. Он прав. Три за Саёре. Три за Саёре. Три за Саёре. Три за Саёре. Три за Саёре, получается. Три за Саёре. Три за Саёре. Три за Саёре. Три за Саёре. Бра. Знаешь что? Министр не до удовольствия Двоката Двид-Двид-Двид-Двадцать-Два. Ммм? Кого покурил, заебал? Вот мы, вот шыглы, кстати. Ну и деньги, мне пока не хочется. Я вот тут подожду. В смысле, а как за наше групповое экстрик курение и обмен дымом? Это всё круто, конечно, но у нас тут напоминают невидимые барьеры за пределами лагеря. А сигареты не вечные, так что у меня блоки в ружьяке лежат. Такими зубочистками не накуришься, ничего. Ну-ну, тонкие синие винстоны, это лучшие сигаретки. Эти сигаретки — это дерьмо, а на серитре ни хрена больше. Блин, вот шыгла Иисуса, я зато в времена нормальных сигарет. Или наоборот, это плохо. Возьми... Ведь сейчас болевать хочешь? Ну так бросай. Я курил уже полвека, ёпт. Мне своей воли не хватает. Определенно уходят сигареты. Вот какого хрена, а? Что? Я же не хотела не курить. Хресло, дядя лепичка. Ах, че-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хресло. О-о-о, я хочу возьмать другую сигарету, предзаконим. Ордора, садилась! Вновь вернулся на вшеднополщем учились на ту же скамейку. Во время перекора Денис бегал до домика и притащил книгу, с темно желанием так и её почитать. Да бы я был не против, а вот хайт воротил, мол, с носом, мол, неудобно X3 читать, и т.д. Да и хрен с этим хайтом. Только, подытоживая мысль, пододвигая ближе к деницу, а что-то вперёд колено, так, чтобы оно было максимально ближе ко мне, и положила на него книгу. Давай я буду тот же текст пока читать, а вот ты заведующего, а я за доктора. Ну-го. Из-за интернелива, в которой специальный корреспондент хормонского радио взял у доктора Валентина Кпильмана по случаю присутствия последнего Нобелевской премии по физике до девятнадцатый год. Вероятно, в вашем первом начале одновременное открытие у доктора Кпильман следует считать так, называемый радиант Кпильмана. Полагаю, что нет, радиант Кпильмана это не первое, что не серьезное и собственное не открытие. Есть совсем нет мое. Вы, вероятно, шутите, доктор? Радиант Кпильмана, понятие известное священному школьнику. За это меня не удивляет. Радиант Кпильмана это было открытое с первыми нашим школьником. К сожалению, я не помню, как его звали. Посмотрите, вы его истории посещения, там все это подробно расскажено. Покрыл радиант впервые школьников, оборудовала координацию первые студенты, а назвали радиант почему-то моим именем. Да, с точки зрения происходят иногда удивительные вещи. Я могли бы вы объяснить нашим слушателям, доктор Кпильман. Эй, вы! Прибал наше прекрасное тень-тень, а пришло у нас рыжая особа. Проходя ближе и нахально выкручивая нам обзор. А, рыжая особа, я понял, Алиса. И тебе привет, Алиса. Да, да, да. От смешного-то от него она обновляет. Добрый день, товарищ. Бойка. Пусков потянет. Класс, что у вас подвергло от скило. Хочется, что книга на обучке. И как, интересно. Ты же не просто так спрашиваешь, ладно? Миниматый интересный расширяй. Можешь, как вы думаете. Ну, вообще-то да. Мы собираемся с карты поиграем, и нам одного генерка на полеопоры не хватает. Это приглашение? Чё-то того. Но если одного не хватает, то мы как раз с этим м-тренем присоединились. Ну, насчет всех не знаю, там красавица, а белокурой все решает. Смотрим, но, может, и многое вошло через черт будет на роли. Ну, что же ведут азартными играми? Электрик. Разбегает, вычухает, поднимается с места. А я в деле. Идёте, или читать будете. Я прогнул в ГВН с Денисом диалог о том, что в рамках, на браках этого болота, какие-то трюменты, и вот я с этой какого-либо движаю. Ну, что ждём тогда? Вы понимаете, что в деле, вот на пределе. АЕ! Что-то вроде азартных игр, для массового, для больше, против нынешней власти. Приняйте пополнение. О, привет, вы к нам в игру? Да мы уже у... Да мы уже... Да мы уже у вас в игре. Ахм. Здорово-здорово, во что играем? Дурак? Эээ, техасский Вильхолден? Пьяница? Амм. Ну, вообще нет. Напрягнул одну занятую игру, правила там простые и очень понятные. Ну, давай расскажем. Ну, в общем, идея ясна. Поинтересовался у нас реверска, наконец рассказав о правил своей чудо-игры. Ничего не понял, честно говоря. Ну, типа. Ну, так что, будете играть? Погодь, секунду. Пойдём-ка на прошло. Обратился он к нам с Денисом, и поменял нас за собой. И поменял нас за собой. Чего ты удумал? То, что он сейчас терял в этой дни игре, как у меня лепёха. Да, Лиша, что вообще не любил, что он хотел. Ну, дети накопляют. Давай я пришёл, прилагаю нам слегка, и дейти на мероприятия. Какого-то сексуального МПТР. Ну-ну. Он сексуар, сексуар не было. Лепутка Калюбов, другого, звачка. Погревали резиновые теле номер два. Да-да. В общем, у меня есть план. Ай, вроде как когда у меня тебя тихали, Буяник меня встретил, ты слышал. Счастливый из этих сюжетов, и так далее. Но я не буду шуметь. Да и дети пойдёт согласно с сценарием. Давай, что-то мы играем в карту канона. Листак, но вот и проиграем. Вы как-то более интересные игры. Ну давай, валяй. Все просто. Называю народ в баньку. И плюс-минус получать, когда боя надо даже бурить. Карта на радион... Карта на радион... Не вон есть, что ли? Ха-ха-ха-ха. Это первое, что я думал. Как-то тряси своей стариной. Это только для тебя перспектива. Банану умирать не хочет. У меня спирт, по крайней мере. Ну что-то шею говорит. Я думал, что умрет только в поезде. Эрик, или я слепка. Да я и слеп пошёл. Да я и слеп пошёл. Вы видите, у хлеба сверху, когда только в поезде. То есть тоже зло слегистый и головато, что иногда я при картинке с кругом идёт. Ну тогда я возьмём, чтобы полегче. Эрик, Дмитрий, так и не портал. Так ведь. А какой сразу человек, направляющий, должен здесь не видеть, если не держите себя поделать в кондитерском столике? Ну, блядь, чёрт, а где я размышлений? В общем, план такой. И чё, надо же сагитировать, как можно больше народа, чтобы было бы смазать весело. Как я говорю, забариваемся в баньку. Берём спиртику и карты. И будем рыбать руку журака. Охуенно. Я не знаю, первая мысль меня сразу посещает. Вот такая вот. Сажай, ну, с полюпасой на раздевание. Вот с полюпасой на раздевание. Точно. С полюпасой на раздевание. Ой-ой-ой. Именно. Отменный план. Ну, вопросик. Что с огучительственное поклонное мероприятие? Ты думаешь, что пионерский побегу с ваном голову? Я уже к ней помню. Не думай, что? За что мне это? За что мне это? За что мне это? За что мне это? Ксаквандо. И дети не спрашивают, что по мере он подтверждения в этом улице поздно уговорить. Кому же я планирую тащить деталь, что раздеваться будет в ходу из нового дня? Если бы то. Ну, а ты сменяешь, конечно. Еще и карты нет. Он пока в новом углу. Что на пионерском море? Понимаете, девушки не стыкняют сходить. Ну, странно, ведь, по сути, это же тоже негодие. На месте всегда срабатывается. Знаешь, я говорю, но... Хрен, знаешь, хоть. Вон такой семья, и малышки, вот, что пищуете, уже не восшовываться. Ну, понятно, да, нормально все будет. Карты, майки, благодаря. Это нормально, как он может. Я бы уже не персмотрен. Здравствуйте. Ага, спуляйте, когда я потоплю на юго-восток, от Индианы до Крымска. Именно. Ну так что, я согласен. Ну, посек, погнали. Это, пожалуйста, агитировать народ. И все, тебе с памперсом надо стоит притягивать в поле, чтобы агитировать в поле, чтобы не было и обещались в поле. Не знаю, я им секрет, азвать тогда вообще. Чтобы не обидеть. А так же, а это тебе стало не посек, и на чуток убили. Остарел, подобрел. Товарищи пионеры, минуточку внимания. Ну что, приобретите ребята, ребят, на чуток далека хайли. Как специально? Что у думал? Оружинный миллион. Что это за развлечение такое? Ну, я же скоро набрать детей, товарищи сароевки. Ну, ладно. Ну, в прямом. Возвольте, я помню, там был, напомню. А брат, что вот, все уже на ребят, не заберешь. Все, вот и не отдавала, чтобы в тренеры играть. Возвольте ли показать, если встречаясь как страшно непонятную игру, нет, конечно, ничего не прощения, но раз вот, после каких-то желаний поиграть в карты, умеет действовать в контр-проводнение. Тоже, бывает, видимо, декоративный рейтинг спичал, но какой-то куда-то будет встречаясь. Видимо, что они не сутить не обидали. В карте и компания же это суббрациями. А же это сонародневание, сокупание. В которых нужно было бы нам всем обязательно встретить. Ну, или если не снять, можете бить их. А ты немного хочешь? А потом, как-то выпить, а расставиться в компании. А игра в дураке это так, развлекал его. Игона там, что-то все. Когда я ее буду, я ему их обраду. Радость, мы поделим, что все прямом, что лежат на эту вечеринку. Выпистили? Да, немножко спиртного, чтобы было бы очень радость лететь. Вот, все, давайте с нами. Выпистили, наверное, подешел, что-то, 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 чтобы там лететь через 20 минут. Или же, немного покуролитесь. Кстати, как-то, просто неплохой полосы. Возможно, с ним вообще-то будет открыто. А мне лично узнает вас всех получше. Анкоголи немного, так что вы люди не нахрыкайте. Но я думаю, что это хорошая идея. Во-первых, когда-то может нас не заступить. А там полетят иголы, а я... Эль, можно тебя шлисаску на секунду? Кушать. А, да, понятие. Эль, если ка-два, что-то устроено, нужно не перелечь, с применением на экономских шахтах. Допустим, идея, кажется мне интересна. Случай, если я расширю, и еще более, люди исправят, что там где-либо вылажают. Допустим, у меня есть спальник. Допустим, значит, нужно брать токанчик. А где гарантии, что такие, что вы адекватные? Ни таких гарантий. Надо просто расходить. Надо их вообще не вручать. Мобай мне чуть-чуть больше дают. Спасибо. Я не влюбляю, что ты душа. Хе. Вот видишь, а там что, наверное, это бедная кроха. Соберешь на нашу ванную алкопатию, или просто что-то забыл, качаем, что-то или двух. Накадача, что-то понимаете. Ах ты, хитрый, за храни, в том деле. Главное. А можно вопрос? Конечно. Ты сидишь в карте, обязательно? Может, просто сидеть и болтать? Не вопрос. Накубайте, обязательно. А это будет, как у нас только... Дрошко. И да, уточнил. Купай не под формой. А не за мескинги. Это понятно было. Умник. Мне кажется, что это хорошая идея, поэтому я не уверен, на что смогу пойти с вами. Но мне не кажется, что это хорошая идея, поэтому я не уверен, на что смогу пойти с вами. Но мне это кажется мало не культурным и постыдным. И идти с маленькими чиками вместе в баню, да еще и выпивать. Это может привести к большим проблемам. Весь какой-то гормонный бушойду. Бумбершад. Воу-воу-воу! Начал хайд, остановляя речевой плекс стороны. Мику. Простите, голова закруживать. Спасибо, хайд. Обращайся. Хм, итак. Тогда Мику, ты должна дать слово пионеристанику, мне скажут про наши действия. Мм? Ну, Микуш. Микушка. Мико-мико-мии. Ну, мы же все тут подростки. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой! Ой! Простите, пожалуйста. Ты закончил? Да, сори, да. Простите, разве я ее поздала? Ха-ха-ха. Ааа, я не могу. Разве его соседа выстрелят, что он потерял немного, немножко, что где-то внутри своего буро. Ну, знаете, на первый взгляд, этот мод получше, чем Директор Скат. Охайо. О, Паша, ты же даю говорить по-японски. Да ты тоже говоришь по-японски. Вау, как здорово. А почему ты этого не говорил? Я же упоминал, что у меня японские корни. Так вот. Мику, Микуй. Пойдем, отойдем с тобой, поговорим немножко. Ты же любишь музыку, верно? Поэтому гнутся ей подошел чуть ближе, отойдя в сторону. А что-то происходит. А мы тут собираем людей на супруглассную, прекрасную четкую, прикольную, веселую учебницу, где будем пить и невкусные, и горькие штуки. Играй в карты и просто флэкс. Ааа. А что с игрой Сережи? Ну вот, когда начнем, как раз, какое-то место этой самой игры. Сейчас мы решаем вопрос участников. Ты хочешь пойти с нами? Ну, не знаю, а что вы как раз хотите там? Давай я тебе все расскажу. Хорошо. Лен, ты пойдешь? До Саёрия отошла к Алисе, а я, в свою очередь, немного впал в осадок. Странная, что у этого чувства возникло. Вот отвечаем. Будь это реально ИРЛ, я бы вообще с ней разговаривать вот не стал. Вот прям 136% информация. А тут тянется на поговорить. Непонятно. Все, вопрос за прямыми решенными. Ммм, я как-то их уболтал. Ну, я сказал, что это их реальные шансы зреть, эти HAVE силиса. Видно, они могут здесь привить свои цветы, умы и вычислительные навыки, чтобы считать карты и выигрывать у девчонок. Но я не удивлён. Харь говорит, что не наследствуйте, не любите, а сам разрушать советскую интерпретацию в ужасе этой тольки. Ну и кукольники это не разорвать так-то. Хотя... Вот именно. Всё, в прошлый момент я решил. Лучше покурить будет. Теперь славясь на это дело, понимаю. Да не, просто курить хочется. А точнее, хочется похавать, а чтобы не хотелось хавать... Я понял тебя. Итак. Я ху, он ху, он его провожу. Что делать? Я... Пить не обязательно, верно? Конечно. Там всё поживание. Не хотите пить, не пейте. Не хотите в кар... карты, пожалуйста. Играю я. И я тоже. Но мы с Серёгой. Отлично. Тогда делаем так. Если это правда демлема, какая? Старту Оргидурую. Считаю, что они уже у нас. Еще вопросы в предложении. Нет, слава. Итак, нужно же, чтобы Серёга и Шурова только 2 литров за баня. Достаточно, чтобы там ответить на пару часов. Мы с моими коллегами добынем карты и выпивку. Мэбэ даже чего пожелать. Девушке вам предложите расчистить свои купальники. Девушке вам предстоит расчистить свои купальники. Сюда, парни. Если есть купальные первоплавки, то же есть теперь. Вон написано. Получится до отбоя. Там все ясно. Ух. 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 А ясно датить Hunterbet. К did we get those? Изно меня нет. Ух. 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 Ах д fifisen? Ух. Ух. У нас сколько перечислище. Ух. 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 Я пошёл, взял за руку, и уверенно сказал, «А чё вы с тобой крепко по дружочке пофлекти?» Вот-вот. Придумай что-нибудь, в конце концов ничего страшного не случится, если она тебя отошлёт, или им конкретно не дойдёт в твоё линии. Она ж не Ева, она не созрёт. Ну да, я верну. Ладно, попробую как-нибудь слова подобрать. Хочу я с ней поговорю. Не, я сам. Как будто с пасынки растут. Как будто пасынки растут. Эх... А ты чё привнул, Пашок? Да хрен знает. Просто думаю. О чём? Хрен знает. Я уже представляю серьёзно в купальничке. М-м-м-м. Купальничке и прочее. Обнажаешься, став, добыла. Ну ты согласен. Надежда наше вплоть. Он впихнулся, выпушив сигареты, закидывая курок в мою простую бутылку из подводки. Так. А теперь нам нужно добыть алко... алкохель. Ну давай, вот две... Двигательный порт. А я её выдвину. Вы в двоём пойдёте медпук. Если в угол будет там, то один будет отсекать, выменить её наружу, а второй залезет в окно, чтобы на лесок выходит, чтобы она со стороны не стырит. Один-два бутылёчки. Ээээ... Они в шкафчике стоят, чтобы по центру хопаться. А я пойду в Рейт на админку. Добудем алкошку, а там уже до ужина до жителей на флэкс. Ля! У меня за собой... Эээ... Ещё бы тут тоже колонка есть. Может добавить какой-нибудь трэцк? Как мы объясним этим пионерам местным? Да пофиг какая, чё их придумают. Ага, да. Главное, не раскреп. А ты сами будете им объяснять, за куда у вас это дерьмо. Ну... Навальный Майкард Лав... Лав... Ээээ... Вдруг среди не будущие фанаты, а вы есть. В общем, ладно. Я пошёл в админку, а вы давайте в мед. В мед. Но окно у вас открыто. Но мы домика не закрываем вообще. Но тогда у вас пересечён. Так мы будем действовать. Но мы можем послать его нафиг и сказать, что нам не удовольствие окрасить пирт. Но это как-то не по-пацански. Фу, моё любимое. Что я сказал? Вы реплики в хайп просто пришёл. Так что никто не удивляет. Но надо было отрезать сценарий всё-таки. А не давать ему... Я буду ему в соло дописывать. Я в депре. Я в депре. Мне пофиг. Эээ... Вроде бы. А то надо уже садить по итогу. Доброе утро здание. Медпункт... Мы остановились чуть полно летнего. Так, поменьше меня будешь? Эээ... Эээ... Так, ты поменьше меня будешь? Так что я в окно полезу. Ну ладно, думаю справлюсь. Опыт послалки через москидовочную стерковь имеется. Ну иди тогда сразу во вход. Моя гнездо и я пойду голову выманивать. Как-то я его выманивать собрал. Признаю, что это говорят. Эээ... Промск нашёл наше всё. Эээ... Где дата-план? Мне нравится. Я лишь выдохнул, вам хотя бы не пункт, паз в руки-доге прячусь в кустарнике. В москидлухе я изучил метод, и девочки осмотрел окна, и убедившись, что в них никого нет, и меня никто кроме Пашки не видит, а я двинул госпитальному окошку. Запросил отдание, я подпуск к углу и показал тиммейт с большим падением. Ушел клевно, после подойдя к окнаной двери, и прицел в неё. Открыто. Пошёл же самое замаханное на месте. Ээ, действительно, каким образом мы должны были её вообще-то выманить? Вон было бы, конечно, делать своеобразное дымолуху и в окно её закинуть, но уже как-то... вот на мне об этом подумал. Строков с дверью пошёл загляну внутрь. Извините, можно я вас на пару слов? Сходи. Нет-нет, я... Я не люблю выбирать синичное помещение, а у меня травма. Эээ... Паша Манда... Эээ... и вообще, я пасаю в больницу. И прочих... эээ... Порожим штук. Пошутишь? Не, ты максимально серьёзный! Нуооооооaan... itos... Послушайте с туком блока, почему Пашок здесь писался, что краса determination, на котором тут hogy, азапозже показала себеола? Я всё razem. Ладно, всё, На этом у меня дыхалка кончилась. Да, я, пожалуй, уже закончу, наверное. И продолжим в следующей серии. Спасибо всем. Пока.